Итак, всем привет! С вами Хуторянин выходного дня. Сегодня у православных вербное воскресенье, у католиков Пасха. Хочу поздравить всех православных с вербным воскресеньем. Католиков хочу поздравить с Пасхой. Особенно я хочу передать привет своей очень хорошей знакомой из Резакне Ирине. Хочу поздравить всю ее семью и ее с этим праздником с Пасхой. Пожелать в первую очередь здоровья. Ирена, здоровья! Мы еще сыграем. Поздравляю! Всех поздравляю! Сегодня католическая Пасха. На столе стоят яйца крашеные из-под своих курей. Твороженая Пасха. Жена вчера полдня готовила. Печеночный торт. Вот такой праздничный стол. У православных сегодня вербное воскресенье. Для открывания вина вот такой у нас есть старинный-старинный штопор. Пасха веду жену, сестру и соседа на Дикий ручей. Решили прогуляться во время Пасхи. Первый раз Пасха без гостей. Пойдем на Дикий ручей. Виктор прав. Отойдя полметра от хутора... Не полметра. Ой, пол километра от хутора, начинаются дикие места. Опять царство бобров. Поваленные деревья. Вот идет Дикий ручей, который я так обозвал. Попробуем пройти вдоль него немного. На нем была бобровая плотина. Вот бобри запрудили его. Оставили только маленький узкий проход. Вот она плотина с другой стороны. Маленький проход. И вот идет бобриная тропа. Лоло в рот переходит. Впереди яблони старые. Раньше, наверное, был хутор. Теперь нет никого, ничего. Только остались одни яблони. Вот такой лесоповал. Можно как мостики использовать. Только что козу дикую спугнули. Вот она, Лангалия. Дикие места. До хутора примерно пол километра. Сосед говорит, что где-то здесь была раньше баня чья-то. Стояла, но от бани не осталось уже и следа. Мне нравится этот ручеек. Я для себя его недавно открыл. Хотя местные про него знают, оказывается. Вот старые яблони, оставшись от старого хутора. Хутора нет. Опять следы от кабанов, от диких. Все парито кабанами. Опять старые яблони. Все из рито кабанами. Какие-то красные отметки на деревьях стоят. Какой-то столб красный стоит с красной краской. Яни, что это такое? Это граница участка. Это, Яниса, здесь земля начинается. Смотри, по деревьям еще есть. Зачиркано. Это вот капец. Капец. Это уже вот. Чтобы знать, где заканчивается его земля. Рядом с ручьем, оказывается. Вот по этой стороне дерева. Это значит мое дерево. А если было бы тут помечено, это не мое дерево уже. А, это твое дерево еще, да? То есть это вот так пошла храниться. А, вон еще дальше красное вижу. Там наверху стоит тоже. Ой, наверху даже стоит красная метка. Такой самый капец стоит. Вот проходит граница Янисовой земли. Да, и уроненная большущая, вывернутая с корнями осина. Осина, да, лежит прямо на границе. Но она твоя. Моя. Твоя. Можешь, заберешь. Подарю тебе на день рождения. Хорошо. Не правда, но забирай. Вопрос, как ее отсюда вытащить с меня. Вот, бляк. Вот такие джунгли. Янис, почему ты свой лес не почистил? А вот это осталось, единственное. Там все красиво вычистило, а здесь остались джунгли. Просто джунгли. А, тут шел ход. Тогда мы со слайком чистили, чистили, а эту оставили. Окопы так они... Потом, а потом... Тут окопы были, да, раньше? А? Окопы были? И Первой мировой. Первой мировой окопы. Да, вот там дальше впереди просматриваются. Да, 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 вот точно видно. Вот это медуница уже зацвела. Дорогу преграждает огромнейшая осина, которую даже не перепрыгнешь. Которая, я не знаю, сколько лет назад она уронена. Вот уже расцвела ветреница. Выходит ручей этот. Не знаешь? Ручей, ручей. Он летит в Кыльянскую осень. Ну, там нет ничего, никаких этих самых. Ну, это должно быть. Ну, тут такая течение, что не должно же пропадать. Я понимаю, но... Но, но, но нет выхода. Мы прячемся от коронавируса. Здесь он нас точно не найдет. Возник вопрос. Куда течет этот ручей? Пока непонятно. Открытая дорога. Пока непонятно. Посмотрим. Вот все, ручей идет, он идет. Опять какая-то типа запрутки. Ну, что-то бабара это когда-то. Но они же тогда мало ходили друг к другу. Кому? Ну, свайкинами бабара это когда-то. Не знаю. Так куда он впадает, говорите? Он не впадает. В Кыльянской осени. Должен. А где он вытекает? Ну, надо идти смотреть. Молодой березовый лес. Здесь даже нормально можно по нему идти. Хоть он кабанами зрит. Так а вы в городе или... Или... Вот идем по какой-то опять звериной тропе. Вот след лося виден. Вот еще какие-то весенние цветы. Название не знаю. Но они кажутся фиолетовые. На самом деле они розового цвета. Вот ручей продолжает идти. Тоже запруды здесь. Вот он. Вот он. А елка это разве у Либика была? Набитая бобряная тропа опять. Тут опять запруда. Как он немножко начинает расширяться. Опять наложена куча деревьев бобрами. Впереди вот все. Огромная береза лежит огрызенная. Вот опять бобриная тропа, как проспект. И вот какую завалили березку. Навалено куча берез. Алина узнает знакомые места. Синокоз раньше у нее где-то здесь был. Смотрите. Ира нашла бутылку, в которой растут какие-то растения. Они погибнут, нет? Так они там растут. Они живут там. Думаешь, будут расти там они? Там земля у них. Все у них там хорошо. Вот работа бобров. Вот они ходят, 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 ходят. И в водичку. Плюх и пошли. Бобри не брезгуют и яблонями. Скажем так, вот завалили старую яблоню. Но дальше с ней ничего не стали делать. Вот такое болото, в которое вошел ручей. Пять тропа бобров. Сколько муравьев. Ужас. Там впереди в двух километрах уже начинается литва. Вот такие красивые семейства березок. Пока бобры еще их не повалили. Вот они красавицы какие белоснежные. Впереди пошел там ручей. Скорее всего он впадает. Там есть еще речушка, которая протекает по границе между Латвией и Литвой. Скорее всего он впадает в ту речушку. Этот ручеек. Опять здесь были бобры. Опять сплошняком валят осины. И не только осины. Там вот выше видны лоси. Следы лося. Кору, которая ест. Впереди виднеет заброшенный хутор. Мы проходили мимо него, когда ходили за молоком. А вот там впереди далеко виднеется Яниса дом. То есть, ну, меньше километра. Ну, может, пускай километр. И какие вокруг дикие места. Вот такие следы от кабанов. И не только следы, но и какашки. Все поле перепахано ими. Полностью. Вот береза. Думаю, больше ста лет тоже этой березе. Вышли на дорогу домой. Такие красивые березки по дороге попались. Вот так мы отмечаем Пасху. Народ возвращается с прогулки на Дикий ручей. К сожалению, чаги не нашли. Сейчас пойдем есть торт вкусный. Как он называется? Твороженая... Твороженая Пасха. Праздник праздником, но печки топить надо. И вот сегодня открываем первый раз наше НЗ. То есть, это был запас еще дров с прошлого года, который был на всякий случай. Ну, вот как раз он пригодился. Сейчас уже будем брать дрова отсюда. А в тот сырая будем складывать новые дрова, которые ждут очереди. Есть такая примета, если на Пасху покатаешься на качелях, тебя не будут потом летом кусать комары. Поэтому я вот катаюсь специально на качелях. Не потому, что тебе тепло и жарко. На Пасху, чтобы потом меня не ели комары. Так что комары меня кусать не будут в этом году. Я катаюсь. Катаюсь. На этом на сегодня все. С вами был канал Патерянин выходного дня. Еще раз всех с Пасхой, с верным воскресеньем. Всем здоровья, удачи, до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok